константин добрый день добрый день как у вас дела как вы долетели константин участник арт лайф феста дела прекрасно долетел достаточно комфортно нахожусь в хорошем настроении уже четвертый день так что все нормально спасибо вам большое всего вам спасибо что вы присоединились к нашему мероприятию но брать вас интервью на самом деле очень интересно потому что у вас очень мало информации в интернете вообще не знаю как так произошло потому что насколько я знаю вы жили в россии правильно и уехали в канаду и конечно же нашим зрителям очень интересно как вообще начался и ваш путь почему вы решили переехать вот немножко хочется биографии вопрос почему решил переехать я думаю тот самый сложный вопрос для всех да потому что у меня не было каких-то так сказать веских причин на переезд у меня не было никаких политических вопросов по этому поводу просто это были 90-е годы и вот на тот момент я не знаю как сейчас я думаю что что-то поменялось хотя может быть и нет но для художника было достаточно сложно выжить то хотя был достаточно все нормально продавал картины в европе но поскольку европу все время нужно было визы это был целая до целая проблема я решил поехать в канаду потому что на тот момент канада принимала можно так сказать с распространенными объятиями всех или это вы эмигрировали можно сказать что вы эмигрировали да но по таким абсолютно спокойным соображением в том плане что это не было какая-то политическая да да как бы был спокойно постоянно приезжаю в москву мне здесь очень нравится люблю но как бы живут там потому что это дает мне возможность на сегодняшний день делать то что я хочу то есть там у вас больше свободы но свобода это миф да свобода может быть я не думаю что свобода больше но намного легче продавать картины чем например в россии для меня я не знаю как для других художников вот у меня так сложилось сильно скажем так отличается вот этот рынок между россией и европой сильно сильно да а между европой и америка еще сильнее и какой рынок вам больше всего нравится европейский все-таки или американцев мне сложно сказать я думаю вот на самом деле вот последнее время они как-то так более ну идет идет какое-то сливание то есть благодаря интернету интернет развивается все хотят как бы самое лучше границы немножко исчезают например лет 20 назад это было как бы чувствовалось например там канадский рынок отличался от американского рынка потому что не было возможности для людей как бы смотреть что происходит других странах сейчас да по интернет мне сложно сказать американский рынок он более он всегда был более не скажу что впереди по моему он он концептуально другом очень быстрый он более эмоциональный потому что если посмотреть как американцы покупают картины то есть если им действительно что-то нравится они особенно не думают об этом но мне кажется у них есть это вот в культуре да все таки вот эта тяга к искусству к творчеству ну а я я думаю что у в любой культуре есть тяга давно не вот например как бы да но возможности немного разные например в европе сложнее продавать большие картины потому что люди живут как бы более мелких да там живут в городах квартирах в америке огромные дома у всех и которые нравятся большие полотна и им нравится привносить дом как чистить частичку чего-то так какой-то другой энергии ну кроме как телевизор там и тому подобное то есть но я считаю я это сделал наполовину осознанно вот как тот может где-то на интуитивном уровне но в конечном итоге это все сработало удачно я не могу сказать что я об этом жалею но это самое главное самом деле потому что для художника как наверное как для всех людей на для художника особенно когда ему комфортно он может спокойно работать спокойно творить это это здорово но вот сейчас у вас есть в россии в москве какое-то может быть состояние там ностальгии или все-таки нет ностальгия есть конечно я очень люблю москву я с удовольствием сюда приезжаю и тут совершенно другая энергия и тут мои любимые родственники до которых я очень хочу и тут какие-то есть места которые я думаю они связаны даже не с чувством как бы принадлежности к какой-то нации а просто где прошло мое детство да 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 и это ну это я не могу сказать что это больно но это очень приятно и как я очень рад когда я сюда приезжаю они хотели бы вернуться может быть хотел бы то есть я не никогда не скажу что нет я никогда бы не приехал мне 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 здесь нравится но возраст уже и как бы вот я думаю что это получится еще 2 эмиграция мне это наверное уже сейчас будет немножко тяжеловато хотя при всех равных условиях я думаю слушать ну почему нет но пока у меня там семья у меня там дети и это будет достаточно проблематично как бы все взять и передвинуть может потом когда когда буду когда буду немножко постарше да почему нет потому что конечно же публика просто принимает вас на ура вы не представляете сколько мы позитивных отзывов получили сколько слов когда люди только узнали что вы приедут я честно к там к своему стыду я даже не знала что столько почитателей есть у вас в россии потому что у нас начали повально люди записываться на мастер-класс на демо классы всем было интересно как же все таки человек научиться у человека который пишет такие прекрасные полотна перенять у него этот опыт вот если возвращаться все таки к вашему пути расскажите пожалуйста именно о становлении о вашем становлении как художника как давно это началось как как давно вообще занимаетесь творчеством ну я творчеством занимаюсь с раннего детства я бы так сказал для меня это как бы всегда был прекрасный повод так сказать уйти от реальности потому что как бы ну я не знаю вот я был такой человек мне понравилось закрыться в себе и делать такое полумедитативное и я любил рисовать лепить как немножко наверное больше чем мои друзья и сверстники ну при этом как бы не пренебрегал играми во дворе и тому подобное мне просто это нравилось и когда мне было по моему 13 лет мне мама сказала что вот надо тебе пойти 11 лет и что такое в кружок рисования не хочу никуда идти зачем потом я пришел в кружок рисования это было в доме пионеров по моему да где-то не далеко от того места где я жил и нам сидели дети рисовали на тюрьму вот я помню с осенними листьями я осенью не очень люблю потому что немножко как бы все равно депрессивно да потому что лето кончилось а впереди впереди зима да и что-то мне так не понравилось там как-то не не сложилось и я значит ушел потом уже мама посоветовала ну иди тогда в художественную школу вот мне когда мне было 13 лет я пошел в художественную школу краснопресненскую и это в принципе вот как бы перевернула моя жизнь потому что как бы новое новый коллектив новые люди все творческие все рисуют и достаточно было неинтересно именно в через год я поступил в училище 905 года то есть у вас есть специальное образование вы прям учились то есть нельзя право сказать что вы там самоучка у вас есть прям мне нет нет я не закончила училище 905 года и потом после армии я пошел я закончил строгановку вы считаете что нужно иметь специальное образование или же можно как бы обойтись если ты просто там талантлив но это такое по абстрактное понятие о таланте или же все-таки нужно подкреплять какими-то нужно нужно для чего для того чтобы писать такие полотна как у вас например для того чтобы преподавать это сложный вопрос мне я думаю потому что вам было нужно есть люди которым это не нужно и это не это видно да но иногда бывают такие моменты когда это не влияет на самооценку например художника да и как бы а это самое главное на самом деле то есть это это не 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 такой злой сарказм это действительно важно потому что важно самооценка для художника на для художника важно самооценка потому что как бы он должен быть на там скажем 80-70 процентов уверен в том что он делает да и образование этому помогает до качество работ оно чувствительно чувствуется что это как бы другое но с другой стороны о суде кто да в конечном итоге с точки зрения космической это не имеет значения но мне образование очень-очень сильно помогло потому что она концептуально меня определила в пространстве изобразительного искусства в общем если вот про свой путь какие были сложности у вас вот прям было ли когда то чтобы хотели может быть бросить оставить все это с какими сложностями пришлось столкнуться именно вам ну как мы раньше говорили это вот взлеты и падения иногда ты тебя низкий уровень энергии тебе ничего не хочет тебе хочется побросить то есть такое были время а потом а потом ты понимаешь ну что если если не рисовать во первых это тяжело не рисовать а потом что ты можешь делать то есть вы не видите не видели и не видите себя ни в какой другой профессии никогда кроме как художник я не вижу я человек который в принципе не очень любит работать но иногда мне это нравится но у меня очень быстро проходит я не говорю что я работаю да и мне даже кажется что вот я встаю и работаю но по большому счету это не работа это просто вот мой образ жизни ну не зря же говорят кто-то встает поднимает гири ему это нравится я встаю и становлюсь к мальдерту ну не зря же говорят что если вы выберете то что вы любите и сделаете свое хобби вы никогда не будете работать поэтому я думаю что поэтому вас такое отношение чтобы вы пожелали нашим студентам нашим ученикам которые возможно вот только-только в начале своего пути и к сожалению у нас не так много проектов не так много возможности значит прям вот начинающим художником кто-то в себе сомневаются какие-то проблемы и сложности у кого-то вот чтобы вы им пожелали в начале своего творческого пути ну во-первых терпение это такой очень важный момент то есть когда человек в начале пути и он должен и в конце пути и в середине пути то есть и их и художник он должен быть терпелив веры да что все идет так как надо не то что все получится потому что что такое получится это тоже никто не знает как все так или иначе идет так как оно должно идти и самое главное удачи потому что это такой элемент который совершенно неожиданно он приходит ниоткуда и он наиболее важный для как люди говорят успеха хотя я тоже как бы не знаю что такое успех но я считаю что удача она очень важно и как бы удача всегда я считаю приходит именно когда ты терпелив и когда у тебя есть вера в то что все идет так как надо спасибо вам большое за интервью я вам спасибо я вам тоже желаю удачи везение конечно же все самого-самого хорошего я очень правда рада и благодарна что вы к нам приехали я надеюсь что это не последний раз дай бог еще будет с вами мастер-классы онлайн классы и конечно же еще интервью спасибо вам огромное всего вам самого-самого доброго вам огромное спасибо и удачи спасибо вам большое она нам обязательно пригодится дорогие друзья мы вам тоже желаем удачи желаем терпения не нескончаемого творческого ресурса и потенциала всего вам самого-самого доброго до свидания